дорогие друзья эта программа на гриле я ее ведущий илья лазерсон сегодня я как вы понимаете буду работать на гриле и приготовлю интересное блюдо очень грильное блюдо очень мужское блюдо хотя его женщины любят больше знаете я бывает говорю женщинам назовите мне несколько женских блюд вот по-вашему я от них жду понимаете авокадо с креветками что мне женщины скажут манго там с папайей какие-то там какая-то там рыбка паровая понимаете с лимончиком а у женщин на первых позициях свиная рулька поэтому сегодня этот выпуск посвящается всем женщинам но он направлен на всех мужчин рулька я вам покажу как приготовить свиную рульку на гриле вот знаете что я вам должен еще заметить свиная рулька это такая штука что ее всегда вначале отваривают для того чтобы потом запечь правильно а я сегодня вам покажу как поработать абсолютно с сырой рулькой не отваривая ее а прямо можно ее готовить конечно для этого потребуется время рулька жесткая кожа жесткая но чтобы нам мягенько но варить мы не будем приваркивать вкусы уходят в воду у нас воды не будет все вкусы останутся в рульке давайте начнем я сейчас сделаю такую специальную пасту ребята смотрите что у меня будет пасту я беру сейчас маленькую миску смотрите сладкая паприка порошочек сладкой паприки соль соль сахар сахара даже больше чем соль сахарок сухой чеснок это у меня сухой чеснок это у меня кориандр сегодня у меня кориандровый вкус будет кстати очень неплохо срабатывать вот это у меня жгучий перец ребята жгучий перчик теперь я все это перемешаю немножко этой смеси ребят я отложу не потому что такой экономный дядька потому что такова технология значит отложу в еще одну мисочку вот так а вот из большей части смеси я сейчас сделаю пасту а как мне сделать пасту добавить сюда растительное масло сейчас я это и сделаю сегодня я готовлю на рисовом масле торговой марки тайр она прекрасно подходит как для маринада так и для жарки стопроцентный натуральный продукт с большим содержанием природного антиоксиданта высокая точка дымления до 254 градусов не говорит при жарке и не образует канцерогены более подробно узнать о полезных свойствах рисового масла и приобрести его можно на популярных маркетплейсах страны у тайры есть разные упаковки сегодня возьму масло для жарки классическая в пэт упаковки и вот так добавляю немножко маслица сразу много не лью мне лучше постепенно чтобы поймать здесь консистенцию такой вот пасты смотрите у меня на ложке вот такая вот блестящая ароматная паста ну вот мои главные объекты вот мои главные объекты посмотрите вот они рульки вот они две рульки рульки любят когда их четное количество между прочим имейте в виду таково таков обычай и смотри я делаю надрезы через кожу раз два три с одной стороны на каждой рульке надо чтобы был острый нож с другой стороны и поворачиваю еще вот здесь прорезаюсь ну примерно что совпадали мои надрезы примерно в общем я по всей так сказать окружности рульки если можно считать ее форму такой окружной да делаю эти самые надрезы теперь мне нужно почистить чеснок я сейчас возьму мисочку налью в нее воды чтобы эффективнее очистить чеснок потому что сейчас я должен зубчики оставить целыми я не могу раздавливать чеснок для того чтобы его очистить на это по такой китайской схеме да и теперь маленький ножичек буду очищать вы поняли наверное что пасту мы будем втирать в разрезы а вот спигование чесноком тоже будет происходить очень интересно с фишечкой вот так есть теперь каждый зубчик я разрезаю вдоль пополам так и теперь я помните я оставлял немножко сухой смеси специй я эти зубчики чеснока вот так сюда и начинаю их перемешивать и вот на липкий слой на срез видите на срез очень эффективно наклеивается смесь специй а теперь я делаю проколы в рульке вдоль посмотрите вот так и а нож вставил вдоль это прокол и сюда сейчас пойдет зубчик чеснока и зубчик чеснока вместе с собой понесет туда специи мы таким образом просолим рульку изнутри и добавим ей ароматов потому что в этой смеси специй есть не только соль но и ну и то что вы видели верно вот это будет очень эффективное и правильное шпигование рульки причем здесь у нее площадь то небольшая потому что ну вот этого с разреза мясная потому что здесь какой-то видите площадь занимает кость но смотрите что я буду делать сейчас я могу входить в рульку не отсюда не со стороны мякоти а чуть-чуть видите сбоку вот так я делаю прокол внутрь и вхожу чесночком туда вот так сейчас я еще найду вот место для прокола вот здесь как раз мясистая часть ножек сейчас задержу да чтоб прокол был поэффективнее эта рулька готова теперь я делаю то же самое с другой все это конечно можно делать не возле гриля друзья а это можно сделать дома где-то в условиях стационарной кухни ну а согласитесь когда рулька нашпиговано чесноком это уже будет совсем другая история есть теперь да я сейчас на левую руку надену перчатку я буду левой рукой втирать эту пасту в разрезы видите я сегодня работаю друзья одной левой вот смотрите сейчас убираю ложку отсюда и вот я начинаю втирать в разрезы эту ароматную пасту так можно кстати накануне сделать на по мякоти чуть-чуть пройтись это можно даже я считаю в холодильнике ночь так рульки подержать уже когда в них внутри чеснок а в разрезы я втер пасту да я бы даже и сутки так подержал почему нет если ну мы заранее спланировали так сказать акцию на свежем воздухе да и теперь пойдет первый этап приготовления рулик мне сейчас важно сделать их мягкими чтобы они протомились чтобы они были готовы внутри на гриле а второй этап будет тоже на гриле но пойдет уже более агрессивно и теперь пойдет процесс организации томления этих рулек на гриле первый этап смотрите пергамент сейчас каждая рулька будет завернута в пергамент вот так я возьму сейчас щипцы чтобы же руки оставались чистыми и просто как в магазине что-то нам заворачивают вот таким конвертом до завернул одну рульку и завернул вторую рульку вот так а вот теперь пойдет фольга двойная упаковка вот без фольги здесь никуда я сегодня готовлю с помощью пищевой фольги для выпачки и запекания от бренда джун до благодаря высокой плотности она отличается прочностью хорошо держит форму ее можно использовать как при высоких так и при низких температурах на фольгу нанесен объемный рисунок что позволяет горячему воздуху циркулировать со всех сторон сокращая время готовки фольга от бренда джун до ваш надежный помощник на кухне а еще у бренда джун до много других полезных вещей для дома я сейчас немного учитывая форму моих объектов их объем да я вот так вот в нахлёст два куска фольги складываю вот так сворачиваю и смотрите пошел паковать и вторая рульках видите такая рубашка будет у рульки она протомиться здесь хорошо а второй этап будет происходить уже без фольги и без пергамента и вот такие две упаковки вот видите гриль решетка невысокий жар совершенно невысокий жар и под крышкой будет и томление ну я говорил о том что быстро не будет до в это время можно пока поиграть бадминтон вот в реке например искупаться может быть за ягодами сходить слушайте ну два часа ну что делать два часа но это время проходит обычно на свежем воздухе быстро ждем два часа а друзья это программа на гриле меня зовут илья ладзерсон я сегодня готовлю две свиные рульки по иной технологии без предварительного отваривания они у меня томятся уже на под крышкой в гриле около двух часов до эти посмотрим что там сейчас происходит если аккуратненько их распакую вот тут не сильный жар фольга отражает поэтому здесь она сильно не нагревается давайте посмотрим аккуратненько вот вот тут немножко сока есть а давайте посмотрим вот она какая посмотрите порог какой пошел вот она сейчас я ее перевернул погодите красивая сторона будет с другой вот посмотрите вот она родименькая рулечка фольгу я и развернул напоминаю вам что это бренд джундо и 2 и 2 кожица мягенькая раз кожица мягенькая то и само мясо мягкое тут уже даже так сказать гадалки не ходи так вот так вот они две красавицы мои я беру миску в этой миске никогда не догадайтесь что мне в этой миске я в этой миске щипа хороших лиственных деревьев щипа я ее намочу она мне будет давать дымок потому что сейчас эти ножки будут прогреваться дополнительно и подкапчиваться вот это моя цель сейчас и теперь я сейчас здесь жар при открытой крышке немножко заведется побольше жара здесь уже в принципе неплохо да теперь я кладу сюда щипу я попаду между решетками зачем замочить щипу чтобы она медленнее тлела чтобы нас не сгорела сразу чтобы она тлела и дым давал вот так сейчас она пройдет внутрь щипа теперь убираю воду и сейчас для блеска я пшик ну еще рульки рисовым маслом у меня сегодня есть еще рисовое масло тайра в спрее посмотрели щекать как будет сейчас все просто да сейчас я на другую сторону пшик ну вот так вот пшик ну и вот теперь они пошли и кстати дым лучше садится когда продукт чуть-чуть сбрызнут маслом и рульки пошли на решетку вот уже дымок пошел интегрироваться 1 вот вторая и все накрываю крышкой это же этакер уже займет совсем немного времени для того чтобы сел дым и рулечка чуть-чуть колернулась дополнительно а пока у меня дорабатываются рульки я приготовлю нехитрый салат возьму мисочку овощи у меня уже мытый помидор убираю плодоножки огурец есть может быть вас ребята заинтересует заправка моего салата я так люблю посмотрите сейчас как помидор грубо не тонко чтобы овощи быстро не потекли огурец пару ягодок можжевельника если смотрите вот так их раздавлю это можжевельник вот так плоской стороной ножа вот так на овощи жгучего перчика чуть-чуть чеснок класть не буду мне кажется что он с можжевельником входит в противоречие а красный лук положу можжевельник и красный лук по моему мнению очень дружат немного красного лука я возьму вот так уберу сейчас внешний слой немножко сполосну его у меня есть чудо кувшинчик специально для споласкивания лук так естественно лимонный сок это будет сделано так сказать брутально прямо из-под ножа убираю семечки ну и наверное тоже не совсем обычный йогурт все травки не противоречат можжевельнику петрушка кинза укроп травки все друг с другом дружат вот так и друзья самый обычный греческий или турецкий йогурт немного соли немного соли и вот так вот смачно перемешать вот можжевельник украшает очень такой салат салат есть я сейчас его если не выложу в другую миску то во всяком случае сейчас просто вытру бортики вытру бортики чтобы они оставались чистыми просто салфеточкой вытру бортики я сейчас подам одну рульку все подаем вот посмотрите на это как на них хорошо сел дым все-таки на рулечки беру я это рулька она ближе ко мне вот так я беру рульку а это пусть еще немножко здесь греется все-таки да вот такая будет у нас порционная подача один мужчина легко справиться с такой рулькой вот так вот это будет салат ну и собственно больше ведь ничего и не надо для счастья на свежем воздухе а теперь я напомню как я сегодня действовал я вначале смешал сладкую паприку соль сахар сухой чеснок кориандр жгучий перец небольшую часть этой смеси я отложил в отдельную мисочку а из большой части сделал пасту для маринада для этого добавил туда рисовое масло и перемешал на рульке сделал надрезы почистил чеснок каждый зубчик разрезал вдоль пополам и нашпиговал рульку чесноком запанированным в смеси специй затем я натер ее пастой из специй завернул рульку вначале в пергамент а потом уже в фольгу положил рульку на гриль томиться на два часа в миске замочил щепо затем положил ее на гриль и протолкнул между прутьями решетки это для аромата рульку развернул из фольги сбрызгнул маслом и положил на решетку под крышку примерно на 5-10 минут можно и на дольше для салата я нарезал помидор огурец перец чили добавил горошины можжевельник который я раздавил плоской стороной ножа и немного красного лука до заправки я выдавил половину лимона мелко нарубил кинзу укроп петрушку и добавил греческий йогурт перемешал посолить и вот блюдо готово а я друзья закончил дозволенные речи и сегодня была рулька приготовленная без отваривания что сохраняет больше ее вкусов и ароматов так что все срочно на природу вооружайтесь хорошими продуктами углем и вперед а это была программа на гриле с вами был Илья Альдерсон так что друзья до встречи на свежем воздухе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова